Девочка-пай Еще раз я хочу просто повторить, чтобы понятно было, почему такой акцент я делаю Мы говорим о преимуществах еврейского народа, как народа, живущего на земле Мы говорим, что, как здесь сказано, их и отцы, и от них Мессия по плоти Если мы рассматриваем вот так вот стих, естественно, акценты я даю на то, чтобы показать, что земная жизнь Сына Божьего Она была абсолютно еврейской Не вижу причин вообще возмущаться на эту тему Потому что доказать, что это так, очень легко из Писания А вот доказать, что он не имеет национальности, невозможно Естественно, Сын Божий или духовная составляющая Сына Она как бы дает легитимное право считать своим его любому человеку То есть он для всех свой, если его приняли верой Да, и аминь Но прежде всего он свой для своего народа И вот получается так, что у нас забрали нашего брата Он же брат наш По плоти брат, как минимум И, конечно, он назвал нас Своими братьями, он говорит, уже не рабами я вас называю, а братьями своими И вот если он наш брат Обрезанный на восьмой день Двенадцать лет его повели в храм Это Бармитсва была, правильно? То есть его же не повели там куда-то в другое место В Иерусалим Голубей за него Мария принесла Ну и так далее Царь Иудейский То есть все вот эти в привязке Они показывают в этой дискуссии, которую Павел ведет Павел хочет показать, что все претензии На первенство язычников на территории церкви Они необоснованы Вот о чем идет речь Это как будто люди сами определили Теперь кто будет первый, а кто будет второй, а кто будет пятый Знаете, Бог все поставит на свои места В итоге И об этом все написано в пророчестве Шестого по двадцать девятый стих Апостол задает вопрос Виновен ли Бог в том, что Израиль по плоти не принял Мессию? Почему вот я такой акцент ставлю на плоти? Потому что речь идет об Израиле по плоти же в этой главе И речь идет как о преимуществах, так и о тех вещах, которые стали потерей для нас Мы об этом честно говорим Вот апостол задает вопрос Виновен ли Бог в том, что Израиль по плоти не принял Мессию? Такой вопрос ставит под сомнение Как бы способность Бога исполнить свое обещание Но задавать такие вопросы Это стандартный подход Или стандартный прием Которым пользуются раввины Он звучит как бы из уст предполагаемого оппонента Вот этот стих не то, чтобы слово Божье не сбылось Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля И не все дети Авраама, которые от семени его Но сказано В Исааке наречется тебе семя То есть не плотские дети, суть, дети Божии Но дети обетования признаются за семя В другом месте Исаия говорит Даже если будете Вас будет как песка морского на берегу моря Спасется только избранный остаток Из Писания мы видим, что спасение Бог дает Не потому, что человек принадлежит к еврейскому народу И может пользоваться заслугами отцов Мы об этом тоже говорили подробно А личный выбор этого человека Личный выбор Но мы должны понимать разницу Что как еврей, так и язычник Каждый лично для себя решает Будет он верить или нет Но в договор Бог вступил именно с этим народом То есть когда мы говорим о заветах О договорах Да? И новый завет в том числе То этот завет конкретно написан На с кем его заключил Бог И поэтому Хороший пример он приводит У Авраама было два сына Один Исаак, второй Исмаил Обетованным семенем То есть наследниками Духовного вот этого Является только Исаак И Исмаил нет Точно так же в жизни Сегодня Хотя рождены по плоти от Авраама Ведут себя как измаильтяне А есть именно дети Ицхака И вот поэтому и написано Что он Бог Авраама Ицхака И Ака Прослеживается последовательность У Авраама кстати еще было Шесть сыновей Рожденных от Хитуры Которые тоже не стали Носителями Вот этого духовного начала Духовной составляющей Информации вот этой О Боге, о Мессии Что ожидать будут Мессию Только Ицхак Больше никто И вот это очень похоже Как бы на избранный остаток Небольшое Небольшое количество людей Нужно понять Что несостоятельным Оказалось Не Слово Божье А те из Израиля И даже не весь Израиль Оказался несостоятельным Понимаете? А только те, которые не были на самом деле Частью Израиля Вот эти люди оказались Несостоятельными И вы знаете Насколько я помню Это Иосиф Шулам Да, вот Пример этот приводил Я его вам тоже приведу Если в какой-то стране Спортсмен на Олимпиаде Занимает первое место Да? То флаг всей страны поднимают Правильно? Он один и занял Но он представляет Кого? Всю страну И играет в гимн этой страны Правильно? Из-за него одного Почему он первое место занял? Он победил Так вот Иисус тоже победил Ишуа победил Один Все Вот мы вполне можем Поднять вот этот флаг победы Потому что он победил И он представитель этого народа А не какого-то другого Это же факт Если бы мы сегодня говорили сейчас О нем как о Боге воплоти Или о божестве Которому поклоняемся Да? Тогда Это другая совершенно тема Это другой раздел Мы говорим как раз О преимуществах нашего народа Одно из этих преимуществ По плоти рожденный Мессия В этом народе И именно в этом народе Бог обещал, что он родится А не в каком-то другом В послании Иоанна Он говорит А если кто-то не исповедует Ишуа Мессию Пришедшему воплоти То это что? Это дух антихриста Так или нет? Я не должен стесняться Исповедовать своего Господа Пришедшего воплоти Я же не сравниваю Что больше А что меньше Я же не доказываю Что по плоти важнее Чем по духу Да? Я говорю Что без этого Не было бы искупления Это то что написано в Писании Ибо без пролития крови Не бывает прощения Евреям 9.22 И если нет Тогда дух антихриста Это А если мы не исповедуем Ишуа Пришедшего воплоти То тогда Когда мы говорим о том Что он пришел Да воплоти Мы хотим понять Кто он Как он прожил жизнь Вопрос Как вы думаете Соблюдал Ишуа Кошерут или нет? Ограничения на пищу Конечно Не знаю Соблюдал Он не соблюдал Соблюдал Вот видите Таких примеров много Да это понятно Где родился Так и вырос Так и живет Но смотрите Что происходит Верующим людям Не нравится Что происходит Как бы Мы как будто бы Узурпируем Мы как будто Его присваиваем себе Но нам не нужно Это делать На самом деле Он и так наш Мне не нужно Присваивать Своих детей Себе Правильно Я их родил Они и так мои Так же точно и нам Нам не нужно Присваивать себе Ишуа Он и так наш Мы просто пытаемся Объяснить тем Что им не надо Его присваивать себе Он туда Дает им Точно такое же Все Право На спасение И все Ну все Но при этом Он не становится Русским Он не становится Украинцем Он не становится Американцем Он продолжает Оставаться Образ его Для нас Земной В сандалиях Призвал я сына твоего Своего Говорит Бог Точно так же Как он из Египта Призвал еврейский народ И сказал Что это сын мой Первенец мой Точно так же Мессия Он должен был Опуститься в Египет И потом вернуться Сюда Я имею ввиду Спасибо за Замечание Имеется ввиду Время его служения Земное служение Вот эти три с половиной года В этом плане Поле деятельности Вот здесь В этом отрывке С 6 по 29 стих Раби Шууль Вводит понятие Избранного остатка И приводится Вот этот пример А слово Обетование Таково В то же время Приду И у Сары Будет сын И не одно это Но так было И с Ревеком Когда она зачала В одно время Двух сыновей От Исхака Отца нашего Видите как Павел говорит Исхака Отца нашего И богата Они еще не родились И не сделали Ничего доброго Или худого Дабы изволение Божие В избрании Происходило То Не от дел Но от призывающего Сказано было ей Больше будет В порабощении У меньшего И как написано Иакова я возлюбил А Исава Возненавидел Вот оно Избрание Божье Видите Ну и кто Может Богу Сказать А за что Ты возненавидел Исава Что он тебе Плохого сделал Он еще не родился А ты его уже Ненавидишь Можно было бы Да Вот такие претензии Предявить Богу Видите Писание Открыто говорит Дальше Вот вопрос Что же скажем Неужели Неправда У Бога Никак Ибо он говорит Моисею Кого миловать Помилую Кого жалеть Пожалею И так Помилование Зависит Не от желающего И не от подвязающегося Но от Бога Милующего Аминь Очень часто Можно услышать Когда человеку говорят Вот ты молитвой Покаяния Помолился Ну все Ты теперь спасенный Читай Евангелие От Иоанна Там Делай то 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 Все в порядке А тут четко написано Не от подвязающегося Не от желания человека От Бога Милующего Это зависит Покаяние Должно прийти Именно С неба Я вам скажу Вот то время Когда мы покаялись Не принято было Даже читать Молитвы покаяния Никто этого не знал Никто этого не делал Не было практики Такой даже Все равно Каялись мы Все равно Исповедовались Потому что Побуждал нас Святой Дух А не любит И это было По настоящему Ибо Писание Говорит Фарону Для того самого Я и поставил Тебя Чтобы показать Над тобою Силу мою И чтобы Проповедано Было имя Мое По всей земле Видите Уже тогда было Проповедано Имя Господа По всей земле Через кого Ну вот Кирихону пришли А там уже Наперед знают Все Так или нет Вот это и есть Проповедано Уже было имя Люди знали Что этот народ Находится Под покровительством Бога Всевышнего Бога Израиля Так его называли Итак Кого хочет Милую А кого хочет Ожесточает И сегодня Так же Кого хочет Помилую Кого захочет Ожесточить Ты скажешь Мне За что же Еще обвиняй Ибо Кого Ибо Кто Противостанет Воле Его А ты Кто Человек Что споришь С Богом Изделие Скажет ли Сделавшему Его Зачем Ты меня Так сделал Не властен Ли горшечник Над глиной Чтобы из той же Самой смеси Сделать Один сосуд Для почетного Употребления А другой Для низкого То есть Ты можешь Сделать Из того же Куска Глины И это Решает Горшечник Можете Открыть 18 главу Книгу Пророка Еремея Когда Бог Говорит Иди в дом Горшечника И посмотри Он приходит Смотрит Он накружали Крутит Слепил Сосуд Посотел Не понравился Он его Смял Новый Сделал Бог Говорит Вот так Вот и я Что захочу То и Вылеплю Поэтому Он горшечник Моглина И никто Не может Пойти Сказать Зачем Ты меня Таким Сделал Даже Если Не нравится Некому Предявить Претензии Идея Об избранном Остатке Она Проходит Через Весь Танах Танах Предупреждает Что человек Может быть Отсечен Это Называется Карет От своего Народа Слово Карет Подразумевает Под собой Отсечение От жизни В этом Мире И в Будущем 36 Есть Случаев По Торе За Которые Может Произойти Вот это Отсечение Карет Как Это Выглядит Это Всегда Выглядит Как Преждевременная Смерть В полном Рассвете Сил Вот Человек Берет И умирает И Всегда Это Понималось Как Карет Поэтому В книге Пророка Даниила В 9 Главе 26 Стихом На Иврите Написан И Карет Машиах В Энлу Отсечен Будет Мессия И Нет Его В русском Варианте Чуть Чуть Иначе Но Там Перевод Очень Точный Очень Хороший Просто Невозможно Передать В русском Языке Все то Что Передано В слове Карет Поэтому Слово И Карет Это Производная Глагола От Корня Карет Немножко Я скажу Что Это Такое У Пророка Исаии Например Тоже Написано Ник Зар Ме Эльц Хаим То есть Он Срезан Был С земли Живых Вот То же Самое Как И Карет Когда Человек Умирал Вот От Этого Карет То Все Понимали Что Это Суд Божий За Грехи Представьте Себя В Машехе Написано И Карет Машех Фактически В этом Пророчестве Мы Можем Увидеть Что Он Как Представитель Человеческого Рода Отсекается От Жизни На Него Возлагаются Грехи Это Смерть В полном Рассвете Сил То есть Полный Карет Происходит Но Он Становится Начальником Жизни Первенец Изумерших Потому Потому Что Грехи Не Принадлежали Ему А Он Взял На Себя Беззакония Наши Взял На Себя Грехи Этого Мира И Естественно Только То Что Он Был Абсолютно Чистым Агнцем Божьим Ни Котна Ни Греха Ни Порока Ничего Это Позволило Ему Воскреснуть Из Мертвых То Взяв На Себя Грех Всего Мира Вы Представьте Себе Нам Трудно Взять На Себя Какой То Проступок Другого Человека Одного Мы Не Хотим Репутацию Свою Портить И Отвечать За Него Он Сам За Себя Отвечает А Он Взял На Себя Грехи Всего Мира И Отсечен Был Поэтому О Мессии Написано Что Он Икарет Он Будет Отсечен Срезан Буквально Это же Слово Сегодня Используется В медицине Когда Речь идет Об Ампутации Фактически Он Был Ампутирован Отсечен Буквально От Своего Народа За Преступление Беззакония Своего же Народа Такая Великая Жертва 21 Стих И И Дальше Ну мы Вот Начали Читать Да Ну я Я прокомментировал В принципе Да Чуть Чуть Вот я Добавлю По 19 21 Стиху То есть Кто-нибудь Может Сказать Если Бог Сам Ожесточает Сердце Человека Почему Тогда Он Обвиняет Этого Человека Что Этот Человек Жестокий Он же Сам Ожесточил И он Горшечник Что Может Сделать Человек В чем Он Виноват В чем Он Виноват Это Сложные Вопрос Павел Задает И Шауль Отвечает Классическим Еврейском Стиле Вопросом На вопрос И он Отсылает Людей В 18 Главу Книги Пророка Еремии Шестым Стихом Вот Этот стих Комментирует Акива В Перкей Аво 3 глава 15 15 Мишна Все Предопределено Но Человеку Предоставлена Свобода Выбора Это Вначале Вот Немножко Сложно Это Понять Все Предопределено Но У Человека Есть Выбор Раши Замечает Несмотря На то Что Именно Раши Как бы Первый Прокомментировал 53 Главу Как бы Противовес Христианским На то время Уже Понимаем Это Не умаляет Как бы Не делает Меньше Того Равина Потому что Другие места Очень много Комментариев Написал Эти Комментарии Помогают Нам Просто Понять И увидеть Как Относились В Иудейской Среде К Образу Мессии Как Относились Вот К Этим Пониманием Предопределения Потому что Это Тоже Для Нас Немаловажно И Вот Раши Замечает Он Говорит Фараону Пять Раз Дана Была Возможность Сделать Выбор Отпустить Евреев Первые пять Казней Соответствуют Вот этим Пяти Возможностям После которых Уже Ожесточает Его сердце Бог Так Что он уже Не может Назад повернуть Как бы точка Невозврата Понимаете Вот это Объясняет Все Предопределено А что Именно Ну то что Евреи все равно Уйдут из Египта Это Предопределено А у Фараона Был выбор Понимаете Как это Работает И он Мог Подпустить Я Скажу Есть Очень Хороший Пример Параллельный В противовес Фараону Может быть Кому-то Это покажется Чересчур Но Давайте Вспомним Пилата Мессия Все равно Должен Был Быть Распят И он Был Распят Правильно Многих Людей Про образ Пилата Или его Образ Вызван Знаете Кем Книгой Мастера Маргарита Булгакова И другими Какими-то Вот Произведениями Литературными Так же Точно Как все Считали Что Сальери Отравил Моцарта Хотя Каждый Год По сей День В Ласкала Открывается Опера Именно Сальери Потому что Это не Конкурент Был для него Это был Человек Он писал Музыку По сей День Открытие Происходит В главном Зале Мировом Да А Пушкин Взял И написал Ну так Придумал Что Сальери Взял И отравил Да он Этого Не делал Это просто Придумал Взял Представьте Как Оговор Человека Оговор Самый Настоящий Что Сделал Пилат Он был Прокуратором Иудеи Правильно На тот Момент И он Не захотел Его убивать Более Того Он умыл Руки Сказал Я умываю Руки Нет на мне Крови Этого Человека Его Не за что Убивать Ну А все Кричали Распни Распни Ну Говорит Берите Распинайте Сделал Сделал Свой выбор Пилат Или нет Я сейчас Не говорю О том Дальше Как Что Фараон Тоже Мог Сделать Свой выбор Он Его Сделал Он Не отпустил Евреев И тогда Бог ожесточил Его сердце Пилата Жене Тоже Сон Снился Помните Она Ему Говорит Праведник Не делай Ему Зла Он Испугался Он Его Позвал Поговорить Он Говорит Мне ли Не отвечай Я же Могу Тебя Спасти Он Говорит Да Ничего Ты Не можешь Все Что Ты можешь Это То В убийстве Он Его Наказывает Приговаривать Побитию Плетью Почему Потому что Пилат Знал Что Уже Тогда Это Ранние Части Талмуда В разделе Макот Мишна Там Есть Место Где Написано Что Получивший 39 Ударов Считается Прощенным Он Пытался Ему Спасти Жизнь Таким Образом Думая Что Получил Удары Плетью Все От него Отстанут Потому что По закону Иудейскому Он Уже Прощенный Его Нельзя Второй Раз Наказать Но Иудеи Пошли Дальше И Затребовали Распятия Поэтому То Чем Я Говорю Сейчас Вернее То Чем Говорит Вот Перкей Абот То Чем Говорит Раши Все Предопределено Но У Человека Есть Выбор Два Таких Вот Примера Без Выводов Просто Пример Не Знаем Кто Где Будет Спасен Не Спасен Я Не Призван Определять Людей Кого Куда Это Бог Определяет Понимаете Я Просто Факты Показываю Которые Описаны У нас В Евангелиях И Считаю Никому Не Надо Эти Выводы Делать Еще Белосердие Которые Он Представил Славе Над Нами Которых Он Призвал Не Только Из Иудеев Но И Из Язычников Как И У Осии Говорит Не Мой Народ Назову Моим Народом И Невозлюбленную Возлюбленную И На Том Месте Где Сказано Им Вы Немой Народ Там Названы Будут Сынами Бога Живого А И И Сайя Провоглашает Об Израиле Хотя Сыны Израиля Были Числом Как Песок Морской Только Остаток Спасется Ибо Дело Оканчивает И Скоро Решит По Правде Дело Решительное Срешит Господь На земле Здесь Этот Отрывок Можно Понять В двух Направлениях Первый Он Говорит Не мой Народ Назову Народом Он Показывает Что Язычникам Тоже Открыт Был Доступ В Спасение Несмотря На То Что С Ними Не Было Заключено Никакого Договора Но Если Это Сравни С Посланием Петра В Котором Петр Тоже Цитирует Книгу Оси То Речь Идет О том Что В данном Случа Вот Девятая Глава Открывает Как раз Вот Этот Раздел Послания Кремлина Что Язычники Считали Что У Израиля Нет Шансов На Спасение Потому Что Они Стратили Потому Что Бог Уже Все Переключился На Других На Более Способных На Более Сговорчивых На Более Отзывчивых На Более Готовых Как Быть С ним Вот Сотрудничать Ну Что С ними Там Время Терять Уговаривать Когда Вот Есть Столько Людей Которые Готовы Пойти Будут Служить Там И Все И Павел Павел Говорит Там На Том Месте Где Было Сказано Вы Не Мой Народ Там Жем Было Сказано Вы Мой Народ Помилованы Будете Вот Этот Отрывок Могли Понять Только Те Кто Знали И Читали Книгу Оси Так Или Нет И Иначе Как Понять О чем Идет Речь И Это Сказано Конечно Для Евреев Чтобы Показать Им Что Наступит Время Когда Бог Помилует И Хотя Всем Кажется Что С Израилем Все Понятно Оказывается Не все Понятно У Нас Вот Тут Будет Потом В Одиннадцатый Тоже Главя Тридцать Первый Стих Так И Они Теперь Непослушны Для Помилования Вас Чтобы И Сами Они Были Помилованы Людям Кажется Ну Как Бы Все Но Шансов Нет Вот Сегодня Давайте Посмотрим На Ортодоксальные Религиозные Израиль Представьте Себе Что В один День Все Покаются В один День Из-за чего Бог Изовлет Святой Дух Вроде Как Просто Но Только Богу Возможно Это И Вдруг Они Все Начнут Плакать О Господи Прости Как Ж Так Мы И Будут Рыдать Как О Единородном Понимаете И Это Разве Не Будет Воскресением Из Мертвых Сегодня Всем Кажется Израиль Мертвый По Духу Мертвый Нет Израиль Не Мертвый Почему Есть Избранные Остаты Есть Мессианские Общины В конце Концов Не Только В Израиле Но И По Всему Лицу Земли Даже Те Которые Не Мессианские Они Все Рано Мессианские Просто Они Об Этому Не Знают Уже Все Это Мессианское Течение И Православные Католики Они Все Мессианские Евреи Просто Они Об Этому Не Догадываются Им Кажется Что Нет Но Вы Тоже Можете Купить Себе Машину Форд И Написать На ней Запорожец Ну Так Для Кайфа Будет У вас Запорожец По Надписи Но Так В принципе Форд Ну Там Или Другая Какая Тойота Поэтому То Что Они Там Себе Написали Они Все Мессианские По Сути Потому Что Стали Последователями Учения Апостолов И Учения И Шо Они Где-то Там Трансформировались Изменились Очень Часто Вот Если Посмотреть На Большое Большое Дерево То Те Ветки Которые Уже Там Разрослись Куда Там Им Уже Кажется Да Там Корень Уже Где-то Он Там Единственное Только То Что Корень Продолжает Туда Сок Посылает Если Эту Ветку Отрезать Станет Она Сухой Плодоносить Перестанет Поэтому Нельзя Отсекаться Христианам Мессианского Корня Высохнут И Кибаной Станут И Такие Примеры Уже Есть В истории Современной Церкви Они Просто Превратились В Такую Сухую Композицию Красивую Но Плодов Нет Ну Тридцатый 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 Стих Уже Закончим Мы Еще Семь Минут Что Что Скажем Язычники Не Искавшие Праведности Получили Праведность От Веры А Израиль Искавший Закона Праведности Не Достиг Закона Праведности Почему Потому Что Искали Не Вер А В делах Закона Ибо преткнулись Камень Преткновения Как написано Вот Полагаю Сегодня Камень Преткновения И Камень Соблазна Но Всякий Верующий В Него Не Постыдится То есть Те Кто Искали В вере Они Достигли И получили Спасение Евреи Я верю Сейчас Веду Те Кто Искали В делах Закона Не Достигли И Не Получили Почему Я так Говорю Апостол Иаков Спасенный Или Нет Как Вы Думаете Вот Он Искал Спасение В Вере Но Иаков Исполнял Закон Так Что Многим Не Снилось Сегодня Он Полностью Все Выполнял То есть Мы Отсюда Можем Увидеть Несмотря На То Что Люди Продолжают Исполнять Представьте Сегодня А сегодня Есть такие В Израиле Ортодоксальный Еврей Покаялся Вы Что Думаете Что Он Сейчас Сегодня Он Мог Там 15 лет Думать Взвешивать Может Он Быть Мессией Или Не Может Может Он Быть Мессией Или Не Может И Шо И Вот Он Приходит Понимание Что Да Он Мессия Что Думаете Что Он Возьмет Сейчас Спейс И Срежет Да Шляпу Снимет Нет Он Так И Будет Жить Дальше И Так И Живут И В Бные Браки Есть Понимаете Они Не Выходят Оттуда Они Не Меняют Свой Уклад Жизни Но Уже Верят В То Что Ешуа Машех И Нет У него Причины Теперь Быть Похожим На Кого На Светских Или Еще На Он Как Одевался В Черное Так И Одевается Как Носил Цицит Так И Носит Как Все Это Соблюдал Так И Дальше И В тех же Магазинах Еду Покупает Себе Понимаете И Не Бежит Он В Русский Магазин Свиньи Покупает Потому Что Он Веровал Бешов Как В Мессия Он Продолжает Оставаться Тем Кем И Был Но Те Которые Искали В Делах Не Получили А Вот Те Кто По Вере Искали Да Получили Оправдание И Он Говорит Как Что Скажем Израиль Стремившийся К Закону Праведности Не Достиг Закона Праведности А Язычники Которые Не Знали Закон Достигли Этой Праведности Он Говорит Что Те Кто Приткнулись Вот Об Этот Камень Те Упали А Те Кто Не Приткнулись Они Наоборот Укрепились Своей Надежде Но Всякий Верующий В Него Не Постыдится И Поэтому Для Этих Людей Не Стоит Как Б Вопрос Вот Как Жить Они И Так Будут И Знают Как Им Жить Так Как И Раньше Они Жили И Знаете Надо Понять Просто И Признать Что Христианство В целом Сыграло Очень Отрицательную Такую Вот Роль Имеет То что Называется Роши Мра Плохую Репутацию Вот Я Интересуюсь Например Такими Вот Вечами Как Документальные Фильмы Я Люблю Смотреть Вот Я Посмотрел Документальный Фильм Сталинград Это Сорок Третий Год Сорок Второй Осень Зима И До Февраля Там Сорок Третьего Было Вот Это Вся Противостояние Переломный Момент Да Причем Этот Фильм Снят Немцами Интервью Берется У Людей И Все И Вот На Протяжении Три Части Этого Фильма И Показано Вдовы Немецкие Вот Эти Как Они Плачут Как Они Жалеют Своих Мужей Как Они Там Намучились И Пострадали И Кто Там Не Знает Даже Где Он Похоронен Могилки Даже Нет Куда Прийти Поплакать Вот Этой Немецкой Вдове И Как Бы Все Так Выглядит И Все Ребят Ну Война Это Страшно Война Это Война Но Там Ни разу Они Не Говорят Что Они Захватчики Что Они Пришли Поработить Этих Людей Там Не Говорят Что Они Построили Эти Конц Лагеря Что Они Сжигали В газовых Печах Людей Это Представьте Себе Зверства Какие Живых Людей Убивать Вот Ну И Вот Они Такие Несчастные И Там Вот Все Время Звучит Как Они Открытки На Рождество Посылали Как Они Молятся Богу Как Они К Деве Марии Обращаются Вот Эти Немцы Находясь Там В котле Уже Умирая От Холода И Голода По Тысяче Человек Там В День То И Они Вот Все Это Так Как То Преподнесено Как Они Настрадались И Параллельно Берут Там Интервью Эти же Немцы У Бывших Вот Этих Советских Солдат Есть Там Мужчина Есть Там Женщина Дают Интервью И Вот Одна Там Санитарка У Нее Спрашивают Как Ну Вам Не Жалко Как Было Немцев Это Немцы Приехали Вот Фильм Делают Просто Представь Она Говорит А Че Жалеть Кто Их Сюда Звал Говорит Так Просто Вот Она Это Ответила А Че Жалеть Кто Их Сюда Звал И Везде Там Русский Там Один Вот Солдат Он Говорит У всех У немцев На Пряжке Было Написано С Нами Бог Все Они Были Христиане Все Они Праздновали Рождество Немцев Понимая Понимаете Люди Нужно Нужно Понять Всем Что Когда Приходят И Начинают Евреям Проповедовать Христианство Первое О чем Мы думаем Потому что Я сам Такой Мы думаем Про Гитлера И что Он Христианин Он Лютеранин Кстати Был И Все Это Церковь Поошряла Немецкая Тогда В то Время Не Все Не Все Но В общей Массе Своей Как Идеология И Устраивали Там В фильме Показано Как Устраивались Рождество В 42 Году Ну И так Далее Русские Разведчики Говорят Мы Любили Всегда На Рождество Ходить В разведку Всегда Говорят Колбасу Принесем Конфеты С собой Не только Языка Говорят Но еще И там Вкусности Всякие Трофейные И вот Это же Все делалось С именем Иисуса Христа Давайте Мы честно Это скажем Так или Не так Вот это Оттуда Война Пришла Туда Да Это была Страна Которая Отказалась От Бога Но не все Не все Вот мы свидетелями были Да В Киеве Там пожилая Одна семья Они уверовали Во время Войны Пейсятники По-моему Да Во время Войны Уверовали Пара Супружеская Пережили Войну Были и Верующие В Советском Союзе Ну тут даже Не в этом Вопрос Вы понимаете Что это все Делалось С именем Иисуса Христа Вот этим Все Это происходило Точно Так же Как Христонос Завоевывали Иерусалим Тут Тотально Уничтожали Всех С именем Иисуса Христа И кто Это все Делал Это делали Все Христиане И Там вот Они говорят Эти солдаты Они Всего Шесть тысяч Живых Вернулось Немцев Домой Из трехсот Всего Шесть Они Плен Все Прошли Отработали В пятьдесят Пятом Году Последних Отпустили Пока Не построили Заново В Киеве Кстати Весь Крещатик Немцы Строили Там По сей день Я не знаю Я правда Не был После этих Событий Но вот Все эти Фасады Там Там Кирпич Кирпич Кладка Это Поедите Посмотрите Когда утихнет И все знают Что это У меня Отец Он Тридцать пятого Года рождения Вот Вот он Рассказывал Как они бегали Смотреть на немцев Они приехали Из эвакуации В сорок шестом Году В Киев Жили на улице Госпитальной Это Атлеси Украинки Переулок Такой Вверх Там идет За Бессарабским Рынком Это Центр Это Там Рядом Там Где Немцы Пленные Работали И Я думаю Мы имеем Право Сегодня Как верующие Во Иисуса Евреи Сказать Что это Наш Еврейский Машиах У нас Похитили Просто Это Имя Под этим Именем Делались Преступления Изверства Мы имеем Полное Право Обличить Церковь В этих Вещах Точно Так же Как нам Бросают В лицо Вот вы Такие Такие Имея Ввиду Всех Да Я Я Не Делаю Я Говорю Что Это Должны Взять На Себя Ответственность Люди Которые Себя Тоже Считают Верующими И Покаяться И Сегодня Это Делают Вот Мы Сегодня Нет Игоря К сожалению Когда Мы Были В 2012 Году Мы Были На Конференции Мессианской В Ирпине Под Киевом Мы В Киеве Были Большое Спасибо Миши Он Устроил Колоссальную Экскурсию По Киеву Я Коренной Киевлянин И Мы Такая Экскурсия И Я Просто Благодарен И Богу И тем Кто Организовал И Мы Потом Поехали В Бабий Яр И С нами Был Немец Там И Он Просил Прощения Он Стал На колени Я Плакал Понимаете Мы Все Его Обняли Этого Немца Он Говорит Я Того Не Делал Я Не Был Немец Я Чувствую Эту Ответственность Перед Вашим Народом Перед Еврейским И Мы Там Пели Аббес Альхай Возле Ленора И Я Плакал Потому Что Это Касалось Моего Сердца И В моем Сердце Есть Прощение Полное Прощение Всем Дед Мой Умер В Сорок Девятом Потому Что Прошел Всю Войну Гольцман Виталия Роман Григорьевич Его Звали Я В Киеве Когда Бываю Он Лежит На Байковом Кладбище 46 Участок Военный Это Мой Дед Я Его Не Застал Я В 67 Родился Он Умер В 49 Потому Что Живого Места Не Было На Нем И Войну Он Закончил В Берлине Всю Войну Прошел Гвардии Майора Закончил Евреи Это Люди Которые Понимаете Дали Нам Жизнь Дали Нам Вот И Они Они Всегда Больно Было Я От Имени Своего Деда Прощал Этого Немца Я Считаю Что Это Серьезные Вещи Мы Должны Об Этому Говорить Мир Должен Знать Мир Должен Слышать И Христианские Церкви Должны Это Слышать И Видеть И Не Бояться Взять На Себя Ответ Я Благодарен Этому Брату Из Германии Который Был С нами Тогда В Этой Киуле В Этой Экскурсии Понимаете И Они Там Небогато Живут Но Они Сделали Колечко Золотое Вот Очень Похоже Это Был Момент На Из Фильма Список Шиндлера И Миша Цинук Как Руководителю Группы Там Колечко Ну Грамм Может Быть В нем Золото То есть Ценности Не Представляет Что Сказать Золото Не Вопрос В том Материал Сам Вот Этот Вот Элемент Он Говорит Это Группы Мы Так Выражаем Своё Покаяние Это Было Настолько Сильно Я Такую Благодать Пережил Поэтому Я думаю Все таки Когда Забывают Как По-настоящему Выглядел Мессия Что Он Был Евреем Вот Тогда И Происходят С людьми Такие Сильные Отклонения Как Произошли Из Германии Из Гитлера Они же Тоже Христиане Были Мы Сейчас Понимаем Что Это Не Были Люди Верующие Они Номинально Были Они Были Только Как Ну Использовали Да Ну Номинально Принадлежали Как Бы К К К К К Но Это Все Было И Для Любого Еврея Первое Что Это Именно Вот Эта Ассоциация Потому Что Я Тоже Несколько Проводил Рава Левна Вот У него Есть Я Не знаю Как Сейчас Ницулей Шуа Да Программа Так Тех Тех Нит Для Пострадавших От Холокоста Вот Я Приезжал С ними Занимался До сих пор Там Люди Есть У которых Номер На Руке Наколот Из Концлагеря Еще Живые Вот Это Один Рассказывал На Его Глазах Ему 6 лет Было Они Вместе Были В Лагере Его Дед Подошел Сделать Дань Там Бочка В Которую Натекла Вода Он Просто Омыл Руки У Него На Глазах Застрелили Деда Прямо В голову Рядом С Ним Вот Такие Пережили Люди Моменты Это Все Делалось С Именем Бога У У Каждого На Пряжке Было Написано С Нами Бог Вот Это Все Христиане Поэтому Я И Говорю Когда Люди Забывают Истинные Корни Когда Люди Забывают Откуда Все Это Началось Кто Является Корнем Этого Всего Вот Так Их Уносит Туда Посмотрите Куда Сегодня Пришла Церковь Со Своей Теологией Однополые Браки Стоши Рядом В Америке Там Не знаю Уже В скольких Штатах Европа Повальна Вся Однополые Браки В церквях Вот Это Толерантность Вот Это Теология Не Еврейская Оторванная От Писания Вот Эти Экибаны Сухие Какой же Это Плод Содом Амора Вот Этот Плод На Следующей Неделе У нас Еще Будет Минимум Два Занятия А Через Одну Неделю Я Не знаю Я Хочу Пройти Вот Нас Шесть Глав Нам Осталось Семь Десять Одиннадцать Двенадцать По шестнадцать Какие-то Чуть быстрее Сделаем Пусть Бог Благословит Нас Помолимся Небесный Отец Я Благодарю Тебя Славлю За это Время Благослови Пожалуйста Нас Распусти С миром По домам Благослови Что у нас Было Всегда Библейское Здоровое Восприятие Священных Писаний Заповедей Твоих Любви К друг Другу И понимание Того Для чего На землю Пришел Сын Божий И что Мы должны Делать С Его Именем На земле Какие Дела Благослови Нас Во имя Ишу Амин